В зале представители прокуратуры, администрации, а также обманутые дольщики. Они разделились на две группы. Первая заявляет, что есть компания, которая готова достроить дома и настаивает на выделение участка земли в инвестиционно привлекательном месте. Он необходим для компенсации затрат. Представителя застройщика также пригласили. Он пояснил, проект действительно просчитывали, но пока рассматривали вариант повышения этажности и продажей остальных квартир. Получается нерентабельно, однако для переговоров здесь всегда открыты. Действительно, этой весной принят краевой закон. Он предусматривает выделение застройщикам, которые возьмутся достраивать проблемные дома компенсационных участков. В законе не оговариваются нюансы, какие там тонкости, для того, чтобы предоставить инвестору какие-либо определенные земельные участки, какой их размер, как он должен, в каком месте он должен предоставляться. Вторая группа объединилась в жилищно-строительный кооператив. Они считают, что дома реально достроят за счет дополнительных взносов. Вместе с тем, по подсчетам муниципального управления капитального строительства, на это потребуется более 400 миллионов рублей. Почему мы направили именно те расчеты, что они не представили? Потому что, знаете, ну как, во-первых, инвестор же может не сегодня найти, а завтра, а тут инфляция, а тут удорожание всех этих стройматериалов. Так бы мы направили на 200 миллионов, да, ему дадут участок стоимостью, кадастровая или там рыночной стоимостью 200 миллионов. Он начнет достраивать, в итоге скажут, слушайте, так я уже перевалил за 200. Кроме того, в ЖСК занимается объединением трех участков, на которых находятся недострои, в том числе через суды. Сегодня в их распоряжении только один из них. По словам заместителя прокурора, такая разница в подходах только вредит общему делу. Похожую точку зрения озвучил и директор компании, которую часть дольщиков впрочит в инвесторы. Помимо экономики, там, ну, черный... Там лес, там лес. Из него у нас строительная компания, они юридическая контора. Нам оттуда выйти будет очень сложно. Из-за договоров? Из-за промежу. Ну, там, с земельным участком, с дольщиками, с договорами. Вместе с тем, как рассказал заместитель прокурора, по факту подделки подписи на одном из договоров уже возбуждено уголовное дело. Еще по четырем проводится экспертиза. Тем временем в городской администрации продолжают искать инвестора. Не только в Анапе, но и по всему региону. А также систематизировали и отправили в край информацию обо всех свободных участках, включая те, что находятся в краевой и федеральной собственности. Речь о десятках гектаров земли. Со своей стороны заместитель прокурора получил направить краевым властям письмо с просьбой максимально ускорить выделение компенсационного участка. На очень высоком уровне эта работа ведется. И серьезные, так сказать, люди привлечены к этой работе, по контролю за этой работой. Поэтому я думаю, что в кратчайшие сроки эта бумага окажется в администрации края. И эти земельные участки, их судьба будет отслеживаться ежедневно. В этом я могу вас уверить. Все, что в моих силах, я буду делать совместно с администрацией, которая тоже, уверяю вас, не бездействует на сегодняшний день. Она не бездействует. Направляет, контролирует. Следующее совещание в том же составе запланировано на последнюю неделю августа. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.